У каждого тот вид, которого он достоин. Дело не в том, как на тебя влияют другие, а в том, как ты влияешь на других. Потому что волчица говорит своим волчатам, кусайте как я, и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат, удирайте как я, и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша, думай как я, а это уже преступление. А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противозаконно. За нее жить надо, каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку. Я был доволен. Дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла. Тупик. Это отличный предлог, чтобы ломать стены. А потом заметьте, вполне довольных ведь не бывает, это только вполне недовольные бывают. Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли более или менее жестокие, бароны более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, и таков наш мир. Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем-то мы не во сне. Манеры любого человека странны. Естественными кажутся только собственные манеры. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе, как дома. Ты знаешь, что есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги и башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки. Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Вы знаете, у человечества есть по крайней мере два крупных недостатка. Во-первых, оно совершенно не способно созидать, не разрушая. А во-вторых, оно очень любит так называемые простые решения. Простые прямые пути, которые оно почитает кратчайшими. Опыт не удался. Вместо состояния «хочешь, но не можешь» в состоянии «можешь, но не хочешь». Это невыносимо тоскливо – мочь и не хотеть. Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, будущее делают. Сначала он говорит «хочу есть». Тогда он еще не человек. А потом он говорит «хочу знать». Вот тогда он уже человек. Ты чувствуешь, который из них с большой буквы? Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее. Для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. Любить надо уметь. А вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы любите о ней рассуждать. Книга обязательно должна будить воображение. Иначе это не книга, а дурной учебник. То, что наиболее естественно, менее всего подобает человеку. Естественное всегда примитивно, а человек – существо сложное. Знаете, есть старая шутка. В наших обстоятельствах она звучит довольно жестоко, но я ее приведу. Медведя можно научить ездить на велосипеде. Но будет ли медведю от этого польза и удовольствие? Я не жалел себя. Я получил священное право не жалеть других. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками. А восторг приходит и тут же уходит. И ничего от него не остается, кроме неловкости, мокрой спины и дрожащих от миновавшего возбуждения мышц. Счастливее всех шуты, дураки, суще глупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают. Призраков и прочей нежити не страшатся. Боязнью грядущих бедствий не терзаются. Надежды будущих благ не обольщаются. Неблагодарность потомков – обыкновенная вещь. Все самое плохое в человеке начинается со лжи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok